20 минут о красивой жизни в красивом городе это бьюти тайм на 31 всем здравствуйте спонсор программы профилактическая терапевтическая клиника формула проект модель x плюс завершает второй сезон за спиной участниц остались курс лекций по стилю и серия модных практик впереди новая жизнь с новыми знаниями и новым гардеробом ну а прямо сейчас последняя подготовка к финальному выходу если вы знаете все о модных трендах но ничего сочетание цветов это серьезный пробел в знаниях о стиле способность грамотно сочетать цвета в одежде базовое умение для любой модницы желающий стильно одеваться и хорошо выглядеть этой теме посвящена заключительная лекция на которой в имидж клубе светлана присутствовали участницы проекта модель x плюс прежде чем отправить участниц проекта в магазин с заданием подобрать гардероб в соответствии с теми красками которые подходят каждой участнице мы сначала тему колористики отрабатываем в учебном классе поэтому мы сегодня рисовали мы сегодня вспоминали школьный курс физики опыта великого ньютона по разложению света в спектр это было такое погружение в детство очень интересное как будто в детство опять окунулся давно не брал в руки краски давно не видел вот не чувствовал вот этого ощущения новизны какой-то радости и понимание что жизнь прекрасна в красках цветах яркости в новизне марина александровна молодец придумала все такое вот вы как школьники вспомнили школу вообще интересно мне очень когда мы делали это руками это больше всего запоминается и поэтому будем потом применять мы в школе в принципе это все знали мы забыли сегодня мы все вспомнили как и синего и желтого получить насыщенный зеленый ну интересное занятие познавательно полезно сегодня мы знаете узнали какой цвет подходит именно каждому индивидуально какие цвета подходят холодные либо теплые и что это зависит все и от цвета кожи от цвета волос и от цвета одежды прежде чем отправить девушек на модную практику проверим как они освоили подиумный шаг ведь финале всем им предстоит дефиле на публике полноценный гардероб эта одежда для самых разных ситуаций и даже несмотря на то что в современной моде наблюдается смешение стилей на работу мы по-прежнему одеваемся более строго на мероприятие более нарядно а выходные расслаблено эта встреча участниц проекта модель x плюс посвящена деловой и офисной моде программе в теории был курс дресс-кода девушки должны эти это понимать эти вопросы понимать и для себя и для своей семьи возможно в будущем они будут продевать своих детей мам друзей подруг поэтому эти вопросы конечно необходимо было изучать и на примере коллекции этого магазина где у нас сегодня проходит практика прекрасно можно отработать навык создания делового тресс-кода очень стильный магазин все так качественно красиво элегантно девушки все преобразились просто здорово я увидела что оказывается та одежда которую они предлагают мне тоже идет хотя раньше не посмотрела бы даже наверное не посмотрела либо прошла пощупав мимо очень интересные варианты краски разные модели разные все проект помогает посмотреть отойти от черно-белого водка традиционного очень интересно мне тоже очень понравилось я сюда обязательно приду для офиса здесь просто большой выбор в общем очень хотелось бы сказать спасибо что у нас приглашают в такие магазины где есть красивая модная стильная одежда привычны всем белый верх черный низ это классика на все времена однако есть и другие решения с участием ярких оттенков заметных аксессуаров и выразительных принтов классическая одежда ни в коем случае не может быть скучно как вы ее обыграете она заиграет каждый раз по-разному можно одеть какой-то палантин аксессуар это будет новый образ как оказалось сейчас после проекта деловой стиль он может быть очень разнообразным при этом не обязательно вам одевать какую-то прозрачную блубку как мы считали ранее вы будете выглядеть модно сексуально и женственно а можно все закрыть одеть очень интересный принт подчеркнуть например бантом аксессуарами достаточно скромными если у вас офис деловой и элегантно выглядеть течение дня это модная практика для девушек была заключительной теперь с ними мы встретимся 19 марта на финальном шоу где они покажут все чем мы научились за эти два месяца но не стоит расстраиваться из-за конца проекта ведь организаторы признались что старт третьего сезона планируется уже в апреле так что все кто не успел принять участие во втором сезоне могут подать заявку на следующий и на себе ощутить все эмоции девушек которые открывают для себя новые знания в области стиля вы женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно нравится себе и окружающим специально для вас имидж клуб светлана объявляет набор в проект модель x плюс подробности по телефону двести шестьдесят три пятьдесят семь тридцать семь администрация города челябинска и имидж клуб светлана представляют двадцать первый фестиваль моды платье города 30 марта театр оперы и балета коллекции молодых и уже известных дизайнеров урала дефиле vip персон а также специальные гости анна и алексей бородулины с премьерным показом коллекции небо над версалем и зухра салхуддин с невероятным неоновым шоу хабиби платье города 2020 заказ билетов двести шестьдесят три пятьдесят семь тридцать семь подробности на сайте светлана семьдесят четыре точка ру медиарт утонченная классика медиарт безупречный силуэт женственность главный модный тренд медиарт это платье вашей мечты медиарт гарантия восторженных взглядов школа маникюра и педикюра лаки учим грамотно и с душой лучших выпускников трудоустраиваем онлайн запись учеников и моделей на сайте лаки school точка ру индустрия красоты интересно и привлекательно с разных сторон наблюдать за работой салона может каждый кто время от времени там бывает а вот что происходит по ту сторону этих модных процессов знают немногие те кто регулярно делает маникюр и педикюр мечтают о хорошем мастере которому легко записаться в удобное время те же кто организует красивый бизнес обычно озадачены кадровым вопросом основательница студии лаки участница известного телевизионного реалити проекта теперь я в деле развивает свой бизнес со всех сторон решая эффективно все возникающие вопросы на определенном этапе мы пришли к тому что нам нужно повышать уровень мастерства наших мастеров и нам нужно где-то их обучать плюс нам нужны были новые кадры на рынке мы к сожалению не могли их получить либо получали их не с тем профессиональными знаниями которые нам нужны были поэтому мы создали школу такая да наверное социальная миссия которая для меня очень важна что мы даем новую профессию людям и их жизнь кардинально меняется я вокалист профессиональный моя квалификация оперный певец вот но я решила просто как может быть в хобби дополнить немножко свою так сказать музыкальную деятельность и заняться кардинально друг другим вообще делом до этого работала в совсем другой сфере решила ее сменить работала в торговле решила полностью что-то поменять в своей жизни ну и думаю заняться любимым хобби что доставляет удовольствие всегда просто был интересен этот процесс его тонкости и я захотела просто понять для себя смогу ли я выполнять маникюр и потом когда узнала что собственно в любимой студии появилась школа решила попробовать себя лично для меня это очень интересная профессия которая дарит мне море положительных эмоций приятных где вижу великолепный результат чем очень довольна чтобы не потерять полученные навыки необходимо сразу же начать применять их на практике а поскольку вакансий для начинающих мастеров на рынке немного это становится проблемой но в школе все же есть предложение для выпускников лучшие из них сразу после получения диплома могут начать работу в салоне в качестве стажера но чтобы стать лучшим надо сильно постараться очень часто после курсов обучения лучших мы оставляем у себя в команде стажируем их поддерживаем морально профессионально и конечно же у нас проходят также мастер-классы для повышения квалификации своих же мастеров девочки растут и дорастают до мастеров первой категории со стажеров и есть возможность дорасти до топ мастерства сначала я была стажером мастером стажером но теперь меня перевели в мастера вот но я стараюсь да все получается конечно может быть не всегда и не так идеально как хотелось бы но я стремлюсь очень нравится работать аппаратом потому что после завершения процедуры руки выглядят очень ухоженными мне это очень доставляет большое удовольствие кто-то выбирает эту профессию основной а у кого-то она так и остается в разделе хобби возможность выбора подходящих курсов в этом очень удобно от интенсива длиной в пять дней до вечерних и выходных занятий чтобы нам создать полноценного мастера я все-таки рекомендую пойти обучаться на мастера универсала кто владеет техникой и маникюра и педикюра наработанные навыки у него пойдут быстрее то есть вот этот прогресс он будет значительно быстрее самые популярные у нас курсы это курсы с нуля для меня это самые интересные курсы это самые интересные встречи это наблюдение и участие непосредственно в становлении человека как мастером маникюра когда человек не умеет ничего а тебе нужно за какой-то промежуток времени обучить его новому можно так даже сказать ремеслу творчеству определенному еще донести еще донести ту информацию которую ты владеешь в том количестве чтобы его не перегрузить и в то же время влюбить его в эту профессию я очень люблю этот курс преподавать и мы делаем большой акцент как раз на обучение с нуля конечно было такое в процессе работы возникало много тонкостей много вопросов естественно она всегда помогала конечно сложно нужно учитывать много нюансов опять же стараться чтобы у тебя получался очень хороший маникюр очень много в процессе обучения я узнала тонкостей различных поэтому осталась очень довольна благодарна своим педагогам за безусловную веру в своих учеников если вы каждый раз сидя на маникюре не листаете ленту в телефоне или смотрите сериал а внимательно и с наслаждением наблюдаете за процессом то вам совершенно точно стоит попробовать себя в этой профессии ведь она настолько многогранна что сочетает в себе и художественную сторону и медицинскую и техническую и даже психологическую это beauty time программа о том что делает нашу жизнь яркой продолжаем выпуск в этой фотостилизации легко угадывается стиль пинап в тридцатые пятидесятые годы прошлого века героинями рисунков были сексапильные красотки демонстрирующие свои округлые женственные формы с годами эталон красоты менялся и сегодня в эпоху мускулистых фитоняшек вновь возникает интерес к классической женственности фитнес-тренер Алена Радыгина практикует специальную методику которая получила название фитнес-пинап фитнес-пинап это классическая биомеханическая теория развитие тела через мягкие стимулирующие тренировки это новый тренд в сфере молодости здоровья и красоты это такая же система как бодибилдинг как шейпинг как аэробика как йога как кроссфит пауэрлифтинг и так далее это не похудение но очень много результатов у девчонок они теряют вес это уходит лишняя вода уходит лишний жир мы как раз работаем над тем чтобы эту лишнюю воду и лишний жир вывести из организма уплотить мускулатуру сделать линии изящными отточенными красивыми чтобы ручки ножки и вообще вся фигура стала более плотная более изящная цель данной системы это мягкие изгибы и хороший мышечный тонус и чтобы заниматься не пропуская тренировок фитнес надо воспринимать не как необходимость а как настоящую радость на наших тренировках не устают девчонки они выходят так сказать с энергетической моржой с тренировок они выходят заряженными потому что правильные тренировки они должны энергией заряжать а не отнимать энергию хочется идти на эти тренировки потому что там нет у нас каких-то тяжестей мы не потеем там два часа настолько все просто классно тело стало очень красиво мне очень нравится я буду продолжать к ней ходить и заниматься потому что это красиво это женственно это эстетично у меня такой прилив энергии я думаю что что бы мне поделать чем бы мне заняться куда бы мне ее деть после тренировок мое тело стало упругим красивым ушел вес вот я чувствую легкость и довольна собой не дожидаясь пляжного сезона девушки решили показать свои фитнес результаты в рамках фотосессии в ретро образах которые помогли создать профессиональные стилисты девочки готовили в стиле пинап в макияже это яркие губы стрелочки в прическе локоны объемные челки мне очень нравится девчонки в образах подготовленные потрясающе слушаются меня делают все что нужно здесь их много здесь мы очень долго снимаем позу мы подсматриваем в интернете некоторые изобретаем самостоятельно девчонки помогают я подсказываю все девушки очень эмоциональные красивые открытые немножко волнительно конечно потому что не так часто устраиваются подобные фотопроекты мы готовились подбирали наряды думали о том какие будут прически макияж но сейчас вот в этих образах они просто безумно невероятно красивые сегодня в моде разнообразие отказ от стереотипов и возможность быть тем кем ты себя считаешь этот тренд коснулся в том числе и фитнес индустрии где до недавнего времени все было очень категорично а к настоящему моменту появился выбор для первых в труде и первых в игре для первых свиданий и первых признаний для первых по кудряшкам и первых по волнам для первых на поворотах и первых на виражах маква первые для первых ты яркая девушка размера плюс сайз любишь свое тело и давно мечтала стать моделью тогда прими участие в конкурсе красоты леди мармелад и выиграй 100 тысяч рублей подробности в группах конкурс леди мармелад приглашаем партнеров самые актуальные модные тренды в вашем повседневном гардеробе магазин стрит кутюх на соне кривой 30 и пушкина 65 уникальное украшение только из натуральных камней регулярное обновление ассортимента ювелирный бутик частная коллекция нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга да и обратите внимание на картины они тоже продаются еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем ютуб канале и на страницах в соцсетях ищите по хэштегу beauty time нижнее подчеркивание tv а на этом выпуск завершен до встречи наши стильные партнеры имидж студия Елены Ивановой ателье модный дом я и inic ? а это и что было ш Like обоис Продолжение следует...